Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и вы на моем YouTube-канале. Прежде всего, я, конечно же, хочу поздравить всех с Новым Годом, потому что это первое видео в 2023 году, и мне очень хочется, чтобы этих видео было много, потому что моя задача – помогать вам менять свою жизнь к лучшему. Как вы помните, я эксперт по управлению реальностью и обучаю людей, как с помощью изменения мышления изменять свою жизнь к лучшему. И несмотря на все то, что сейчас происходит в мире, несмотря на все то, что сейчас происходит в моей стране, жизнь продолжается. Нам никто с вами не вернет ни единого дня. Нам никто не вернет период, в который мы переживаем стресс, потому что именно этот период является наибольшей точкой роста. Каждый из нас проходит свой жизненный урок. И только от нас с вами зависит, кем мы выйдем из этого жизненного периода. И сегодня я хотела бы поделиться с вами инсайтом. И вам 100% будет над чем подумать, и это точно поможет вам изменить свою жизнь к лучшему. Но перед тем, как мы с вами приступим, я хочу рассказать вам о своей книге, которая называется «Как изменить жизнь за одну книгу». И порекомендовать вам прямо сейчас перейти по ссылке в описании к этому видео и скачать ее. Потому что эта книга поможет вам очень быстро начать свои жизненные изменения и прийти к жизни своей мечты. Мы все с вами проживаем сейчас очень интересное время. Это время непростое. Здесь происходит очень много событий. Но согласитесь, каждый человек, абсолютно каждый, вне зависимости от того, в какой стране он живет, в какой стране он оказался сейчас, проживает свой определенный период. У каждого из нас словно подсвечиваются его слабые стороны, слабые ситуации, и в них мы проявляемся. Кто-то наконец-то обретает в этом силу, а кто-то наоборот ломается. И как я уже говорила вам в предыдущем видео, это всего лишь вопрос выбора. Нет таких ситуаций, в которых бы мы с вами заходили в тупик. Не бывает их попросту. И в каждой ситуации всегда есть дверь. И наша задача найти и открыть эту дверь. Как же это сделать? Я очень часто повторяю вам такую фразу о том, что нам необходимо измениться для того, чтобы поменялась наша жизнь. Но мне часто говорят, даже мои друзья, Оль, ну в смысле измениться? Я рождена такой. Мне уже 30, 40, 50, 60 лет. Я не могу измениться. Ну или чаще означает не хочу. И вы знаете, я с этим в какой-то мере степени согласна, потому что тоже люблю повторять эту фразу, что мне уже столько-то лет, у меня за плечами такой-то опыт. Я знаю, чего я хочу. Я знаю, чего я не хочу. Я понимаю свои собственные желания, свой уровень, свою мотивацию. Я знаю ответы на главные для себя вопросы. Почему же тогда я должна меняться? Ведь каждый человек рожден определенным. И когда мы говорим об изменениях, мы очень часто подразумеваем поломать, сломать, изменить, сделать кого-то другим. И злимся из-за этого. Согласитесь, сложно в личных отношениях, когда твой партнер говорит тебе, ты не так готовишь, ты не так выглядишь. Жопу побольше. Сисюли побольше. Губы побольше. И, в общем-то, такая стейшн говорит... Ты знаешь, Рогарин, я вообще за внутреннюю красоту. Вот это все вне тренда. Это такая... Печальненько. Юморочек, конечно, как вы понимаете, не ушел в 2023 году. Никуда не делся от меня. Но на самом деле мы очень часто пытаемся все время подстроиться, поменяться, как будто бы я такая извилистая змейка. А на самом деле страдаем от этого, потому что чувствуем, что стали похожи фиг знает на кого. Не только внешне, но и внутренне. Когда мы постоянно заставляем себя ломаться, когда мы вместо того, чтобы использовать те сильные стороны, которые у нас есть, те истинные желания, которые у нас есть, вечно пытаемся встроиться в какую-то клеточку, потому что мама сказала кем-то быть, бабушка сказала, надо быть хорошей девушкой, папа сказал, что ты должна чего-то там. И вот ты какой-то странный, поломанный человек, который пытается измениться. Для чего? Вот именно для чего же мы пытаемся измениться, если в результате чувствуем себя несчастными? Так вот, главным инсайтом в 2022 году, пережив очень много эмоций, ситуаций и всего того, что, наверное, я не переживала за годик и так четыре вместе взятых, я могу сказать вам одно. Меняться не нужно. Просто потому, что глобально мы не можем поменяться. Нам не надо этого делать. Если я собака, зачем мне становиться кошкой? Для чего? Но мы можем, и мне кажется, просто обязаны научиться менять свое отношение. Давайте вспомним. 2022. Война. Страшная ситуация, когда нужно собирать вещи, бежать непонятно куда, непонятно, что делать. Ты пытаешься достучаться до всех, ты кричишь, тебе очень страшно, ты не понимаешь, что происходит. Проходит несколько месяцев. Ты больше не пытаешься ни до кого достучаться, потому что понимаешь, что слышим и говорим на разных языках. И я не про украинский и русский. Ты понимаешь, что все, война происходит. Возможно, ты оказался в другой стране. Возможно, ты оказался совершенно в другой ситуации, когда больше нет стабильности в твоей стране, когда тревоги и взрывы становятся частью жизни, когда поход в укрытие, в бомбоубежище уже не является для тебя чем-то новым. Ты учишься жить иначе. Есть такой мем, что когда звучит тревога, украинцы злятся не потому, что летит ракета, а потому, что сбивается их жизненный график и приходится ждать, пока закрываются рестораны, заведения, разные места, перекрываются мосты какие-то во время тревоги, сбиваются графики. Люди привыкли жить и в этом. Я сейчас не совсем про политику, точнее, совсем не про нее. Я про то, что мы-то не поменялись, но наше отношение стало другим. Если раньше для нас было радостно пойти на вечеринку, гулянку, если нас радовали какие-то уже сверхъестественные вещи, то сейчас мы стали радоваться, когда у нас есть свет. Очень радуемся, что у нас есть вода. Мы радуемся простым вещам, тому, что мы можем быть вместе со своими людьми. Я рыдала горькими слезами от счастья, когда вернулась домой. Я целовала свои вещи, свои тапки, свой душ, свою постель, свою подушку. И вот это стало для меня главным открытием, что мы меняем свое отношение ко всему, что с нами происходит. Нам становится не все равно, каким будет наш сегодняшний день, потому что мы все начали ценить жизнь. Мы понимаем, что завтра может наступить не у всех. Мы стали смотреть на жизнь иначе, мы больше не хотим тратить свое время на то, что не приносит нам удовольствия. Мы больше не хотим ждать, потому что не знаем, чего мы можем дождаться. Все слишком быстротечно, и мы просто хотим жить. Мы хотим общаться, наслаждаться, получать удовольствие, развиваться сегодня. Синдром отложенной жизни то, что ушло от нас. Мы стали радоваться простым ценностям, на которые раньше не обращали никакого внимания. И ведь согласитесь, это сильно, сильно нас поменяло. И это происходит не только с людьми, которые оказались в эпицентре войны. Нет. Мир буквально шатнуло, и все стали менять свое отношение. Стало больше гружбы. Посмотрите на дипломатию, как выглядят дипломаты, как они стали общаться. Знаете, я шучу. Вполне возможно, что в эту политику могу попасть и я. Раньше вопрос дипломатических разговоров, где все нагло друг перед другом пели дифирамбы, выкланивались, но никто не говорил правды, никто не мог сказать честно, что происходит, никто не мог выразить свою эмоцию, потому что это было запрещено. В этом мире я никогда себя не видела, потому что я могу послать нахуй, я могу называть вещи своими именами, я человек живой и настоящий и считаю, что мир про это, а не про дипломатию, где все целуют друг друга вза. А вот сейчас я вижу, что мир стал меняться, что стали сниматься идеальные белые выглаженные рубашечки, что люди перестали наконец пытаться сильно казаться. Да, мы можем долго с вами говорить о том, что и это тоже театр, но все в мире относительно, и копаться в этом не имеет смысла. Вопрос в том, что мир стал сильно меняться, и не потому, что с ним что-то не так случилось или произошло, а потому, что мы стали смотреть на вещи по-другому. То ли услышав запах пороха, то ли осознав, что жизнь не бесконечна, то ли увидев что-то не так, как мы видели раньше. Мы поменялись? Не факт. Поменялось просто наше восприятие мира. Свет остался тем же, вода той же, а мы стали любить их больше. Поэтому запомните, что что бы ни происходило сегодня в вашей жизни, иногда стоит просто изменить к этому свое отношение. К самой жизни стоит изменить отношение, осознав, что она прекрасна, что ее можно и нужно проживать сейчас, что возможно не стоит бояться, что у вас чего-то не получится, ведь можно всегда начать еще раз. Возможно стоит не бояться пробовать что-то новое, ведь если у вас опять не получится, можно попробовать снова. И не важно, будет ли кто-то смеяться с этого, какая разница, что делают другие, ведь это ваша одна единственная жизнь, по крайней мере, которую вы будете вспоминать. Меняйте свое отношение, переставайте быть ленивыми, переставайте жить с синдромом отложенной жизни, переставайте критиковать кто говорит как, кто что делает. Это не имеет сейчас ровным счетом никакого смысла, к вашей жизни не имеет. Проживайте свою, ставьте свои цели, не говорите о том, что сейчас все это погасло, нет, вы все еще живете, никто не вернет вам этот период времени, никто не скажет, Маша, Даша, два года, год, десять, была война, теперь, пожалуйста, возвращаем мы вам это время, вам куда, на какой номер карты зачислить, нет, ребят, мы трансформируемся сейчас и нам стоит изменить свое отношение так же, как мы уже это сделали, нам стоит задать себе вопросы, какой груз я хочу с тобой нести, ненависти, желчи, я хочу всю жизнь бояться, нет, поэтому мы живем, многие мои заграничные подружки, которые сейчас уехали до войны, во время войны, все по-разному, говорят, мы не хотим жить, как вы, мы не хотим жить под ракетными ударами, а мы смотрим на это иначе и говорим, а мы не хотим спать на чужих постелях, мы не хотим быть людьми, которые всегда будут являться переселенцами или кем-то еще, каждый делает свой выбор, меняйте отношения в жизни, понимайте, что это ваш удивительный шанс для кого-то пожить в Европе, открыть для себя новые горизонты, показать своим детям мир, дать им какое-то другое образование, раз уж сильно хочется, для кого-то наоборот шанс остаться здесь и проявиться, и увидеть, что даже в таких ситуациях я могу расти и развиваться, все зависит от каждого из нас, и это мой главный инсайт, если вы поделитесь своим в комментариях, будет очень круто, если нет, тогда просто подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, поддерживайте, заходите в мой инстаграм, а если хотите меняться по-настоящему, то обязательно приходите на мой марафон Рерайтер жизни, это марафон, который помог изменить жизнь тысячам людей, и я точно могу сказать, что ту информацию, которую вы получите там, ту книгу о жизни своей мечты, которую вы напишите, у вас будет гораздо больше шансов воплотить, нежели без меня и без Рерайтера. И желаю вам всем, чтобы ваши инсайты были великими, такими же, как и ваша жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!